481 человек в Дагестане умер от пневмонии. Данные озвучил Владимир Васильев в рамках прямого эфира. Он также рассказал о том, будет ли продлен режим самоизоляции. Подробность обращения главы Республики Дагестан знает Патимат Ханапова. Режим самоизоляции продлен, однако точная дата его завершения пока что не обозначается. По словам Васильева, статистика пока неблагоприятная и говорить о снятии ограничительных мер рано. Все будет зависеть от того, как дагестанцы будут соблюдать меры предосторожности. Лишь снижение темпа прироста заразившихся позволит ввести послабление. Я еще раз покажу вот этот график. Вот когда будет снижение, вот сейчас оно началось, и мы будем соблюдать ограничения, и оно будет уходить вот сюда. Тогда будем решать. Я не хочу сейчас говорить о дате, боюсь ошибиться, но с учетом погоды и самое главное отношение большинства дагестанцев, за что огромное спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал от многих. Знаете что? Не отменяйте. Стало известно и о количествах погибших от небольничной пневмонии. Цифры неутешительные. 481 человек. Однако, по словам Васильева, точными и окончательными их назвать нельзя. При этом каждый день вирусная пневмония заболевает порядка 700 человек. Так, по данным ТФОМСа, рост заболеваемости вирусной пневмонии в Дагестане в апреле этого года составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть данные о умерших от коронавируса, но ведь нет данных о пневмонии. Спрашивайте, почему? Что власть боится на... Ну, что по этому поводу сказать? Власть боится давать информацию, которая не является профессионально выверенной и просчитанной. По цифрам. Вот цифры, значит, это вот все хотят услышать и все боятся этого сказать. Ну, вот говорят, смелость, не смелость. Это не смелость. Но я еще раз говорю, вот у меня на сегодня, но это очень неоректировочная цифра. У нас по, значит, если говорить по коронавирусу, здесь у нас точные есть результаты, к сожалению. И я хочу высказать соболезнования всем, потому что 26 человек у нас умерли точно совершенно от коронавируса. 26 человек. А вот если говорить о умерших от вне больничной пневмонии, у меня такие данные. Но я еще раз повторяю, мы их сможем уточнить. Я искренне готовился к встрече с вами, поверьте. Ответственно. Я стараюсь так делать. Но вот я разговаривал с Украиной Фомса, да, с министром, говорил с экспертами, которые к нам приезжали. Мы еще будем это обсуждать. Но вот все, что мог я, вот проанализировав, называю эту цифру. Вроде к ней пришли 481 человек. 480 человек. Содумайтесь над этим. Я мог ее не называть. Я ее специально называю. Я понимаю, что меня можно критиковать и сверху, и снизу за эту цифру. И когда я вам назвал эту цифру, я ее нелегко произнес, потому что, еще раз повторяю, она не объективна. Понимаете? Она не может быть объективной. Я объяснил почему. И, самое главное, отсутствие патологоанатомической службы как таковой. По части дополнительных ограничений, помимо масочного режима, вводится и перчаточный. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной. Поэтому пока что дагестанцам придется проявить терпение, соблюдать режим самоизоляции, тем самым обезопасив себя и своих близких. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Продолжение следует... Продолжение следует...